Неделя подошла к концу. Группа рыбаков из российской компании Astra отправляется обратно домой, в Москву. Сейчас прилетит вертолет, будет посадка и полетят обратно. Ну все, Ольга Сергеевна, спасибо за компанию, счастливо, пишемся, хорошо время провести. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и улетела группа рыбаков. Сегодня приедет катер с новой группой, и таких групп впереди еще до конца сезона будет 10. Субтитры сделал DimaTorzok В селах по Енисею в каждой семье есть лодка. Здесь основной транспорт, как у нас автомобили. Автомобили тоже здесь, конечно, есть и людей. Их по зимнику пригоняют, это зимняя дорога. Или на баржи привозят. Документы здесь, права здесь не нужны, в принципе. Можно ездить так. Дорог от деревни, от селу к селу здесь нет. Только вот зимой зимник. Почему не строят дорогу? Наверное, просто очень мало людей живет в селах. И экономически невыгодно строить дорогу. Почему здесь дорог нет? Слушай, если бы здесь Сталин же хотел построить. Да. До Таруханска они же сколько? 15, что ли, километров. Зимник-то есть? Значит, там есть проложенный маршрут. Слушай, а зимник, только это самое, до Верхней Имбатска. От Верхней Имбатска они как-то вот так вот. Как Верхний? Верхний Имбатск. А, Имбатск. Да, мы в 5 часов утра останавливались в нем. Нижний Имбак, по-русски говоря, 50 километров. А тот Верхний Имбак. Ну что, надо просто мосты через реки. А так дорога есть. Нету ее дороги. Это все бить надо, выпрямлять и каменной стороной. Той стороной ты не пробежишь. Одни болота там. Озера-болото. Ну сейчас народу мало, поэтому невыгодные, поэтому и вообще строить не будут. Жут пока все вообще отсюда уедут. И все, да? Ну вот в Таруханске я слышал, что там хотят заняться москвичи. Дорогой? Да. Чай будешь пить? Там вот это Аня уху делает. Я вышла пофоткать. Да ну ты брось, а успеешь. Ну давайте. Пойдем. Правда я живу по-мужицки. Ну грязь. А маму как вашу зовут? Валя. Валя. А она не выходит. Ого. Там у меня это внук бегает. А вас как зовут? Виктор. Оля. А я же молодую, 16 лет сегодня. Сейчас я вам чайку сделаю. Чай-то какой. Ой, накурена у вас. А это сейчас я открою. Так. Зато комаров нету. Присаживайся. Да, комары там сожрали. Ну что, ты мази все опробовала? Да. И что, ни одна мазь не берет? Да нет, почему? Я брызжусь. Просто оно быстро, через час уже надо опять брызгаться. А мама где ваша? А вот там комната. Хочешь позвонить домой? Мужу. А там есть у нас интернет, все есть. На базе. А, ты звонила? Да. Так. Так. Вот тебе это сейчас помою. Это невозможно. Так. Печенье, печенье. Вот печенье. Что за фильм? Я телевизор давно не смотрела. А баба их где-то так. Здесь же получается несколько семей, да, вот основных живут. А вот это есть и... Все друг родственники, нет? Это коренные здесь, моровские же сосланные. Вы вот, а с какой семьи? А? Вы из сосланных? С какой вы семьи? Я нет, я с Кемеровской области. А, сюда приехали, вот... Да. Здесь нет родней, да? Брат жил здесь. И родители привезли, да? А когда с первой женой разошелся, я так подумал... Извини, смотря, какие мужики есть, не спиваются. А родителей привезли потом сюда, да? Да, я говорил, я говорю, мама, здесь ванны нету. Валеты теплого нету. А на ничего страшного, да? Ага, а сейчас это... Вот, когда это... Часто вспоминать, я бы лучше там осталась. Все включено, вы сюда смотрите. Ага. А, ну все-то да. Видно меня? Так, так. Подальше отойдите. Видать, чтоб тебе это... Видно? С тугуном? Да. Только себя снимать не буду, а то вдруг мужик ревнивый. Так вас слышно. Так что Пузин не обижается. Скажите, не внуй. Ага, мужик, короче, твоя жена ест в халяву рыбу. У тебя она дорого стоит. Жил в деревнях, тот знает о жизни деревенской. А кто не жил, тот не узнает никогда. Ну, она разная. В средней полосе одна жизнь деревенская, здесь другая. Здесь у вас нет сельского хозяйства, да? Почему? У нас до 95-го года... Фермы были. Да, это коровы были, лошади были. Я не помню, 10 лошадей, что ли, или 11, это из памяти. И коров было, по-моему... Слушайте, вы бы хоть поторговались, что ли, ребят? Весокозе 20 и 5... Один, это самый племенной бык, и бычки были. Здесь я вот такой, как на аэродроме. А потом сходишь, аэродром там... Сейчас есть аэродром у вас? Да, аэродром вертолет же садится вот здесь. Ну, там просто поле, да? Да, это самое сколько, метров 300, что ли, в 90-м году ровняли. Было, ну, ровняли бульдозером, разравнивали. А ты все знал, да? Покосы у нас на той стороне были. И потом все как развал, и все. Когда разрешили не работать, и все сказали, как хорошо и приятно за это не посадить. Да все. А охотники никто не работал, редкие работали. Ну, охотники, они своим промыслом себя и кормили. А когда коснулось пенсии, они почему-то все начали считать. Почему то работа пенсия одна, а у них минималка. И сейчас, по-моему, у нас пенсия 9 900. Слушайте, а получается, что в советское время работа была у всех? На ферме, в колхозе, да? Да, охотники охотились там. А потом кто дрова колол за это по деревне, кто сено. Но охотники тоже, получается, были на ставке? Да, это самое, работали, да. Во время охоты им зарплата не платилась. Но стаж шел. Потому что они соболя сдавали государству. Ну и все, и все. Тут какой простор. Пахнет, кстати, немножко. Потом я горел, и здесь просто было, это, маленько. Потушили. Сын-то это, батя, ты что? Мы все сделаем, капитально будет. Сын в тайге погиб? Да, на Енисей. Замок у нас вогон. Типа, если так палка стоит, значит, нет дома никого. Можно метелку поставить, опату поставить. А это что? А это сенопод. Это вы шли покосить? А я сейчас в огородку туда пойду. А для кого косите? А что для кого косите? А огород далеко у вас? Да, вот у меня огородка. А вот. А вот. А там вот эта солярка для дизельных. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. До столицы атмосфер до двух? Нет. Единичка, да? Только уже больше полтора. А почему тогда стрелка полтора сейчас показывает? Нет, я это вижу. А почему тогда вот? Ну, потому что здесь через этот, через доводник, что дает выдавление. А, даже, кстати, это. Шинка обычно перекачивает, чтобы она встала, и потом спустает. Ну, ты же видел, как я сделала? Видел? Так, колпачок где? Вон у Андрея было в руках, нет? Как дела? Хорошо. Комары пока не съели. Это разница. Вы, кстати, я сейчас вот заметила, Юра очень на вас похож. Сначала я этого не видела, а прям сейчас вижу. Вот. Вон у меня ожог. Ожог? Да. От нашего солнца? Да. У нас весенний ожог еще сильный. Да. Когда снег льет. А вот надо выше теперь поднимать колючки? Да, теперь надулы. Ну и кто будет поднимать? Вот надо было бы мыльную воду. Вот здесь вот промылись. Сейчас, сейчас. Что, вы поели? Или нет еще? Не были там? Они еще не заработали на еду. Я их увидел, так обрадовался. Говорю, много давайте занимайтесь делаем. Тогда я пойду еще пойду. А то я еще не гуляла. Сейчас, пойдем. Я в гости зашла. Меня покормили там рыбкой, малиной. Привет. Что вы купаться не идете? Там дети купаются. Там трое купаются. Мальчишек. С Деликой на машине там они подъехали. Ну на машине. Делика. Белая. Оттуда приехали. Ну как внедорожник мини-вэн? Это не ваша. Не ваша? Надя и Луба. Вам так можно купаться? Или нет? Мне можно, Максим. Если мне надо завершить. А вода холодная здесь или нет? Да не, хорошая. Да не, сначала заходишь немного холодная, а потом привыкаешь. На песках хорошая. Пойду схожу, посмотрю, как купаются. Хотите сами купать? А? Хотите сами купать? Ну можно. Здрасте. Здрасте. Оля. Александр. Приятно. Здрасте. 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 Ну и что таких порши с армией? Юня очень маленький. Ну как? Если мы приезжали, там один житель живет, у вас тут прям мегаполис. Нет, мы по сравнению с ним взяли. У вас мегаполис получает. Так. Сейчас я залезу с шлюха. Я вам помочь. А, это что вот с флагом это? Что за здание? А, там дальше школа с флагом и администрация. Да, администрация в дереве, а школа туда дальше, как одежда. Ну, памятник еще нет. Памятник? Да. Вот, не верили ли? Нет. А, как раз получается, напротив школы немножко. А, я прошла и не заметила. Не забудьте петь. А, как бы я в час могу уйти? Не забудьте петь. А комары у вас тут большие? Да, немного. Кусок сахара укачивает? Кусок сахара укачивает. Не могу. Первый пошел. А может люди заселились уже, наверное, спать легли? Да. А мы вышли. А куда? Ничего себе. Здесь занято. Ну, вообще, выбирайте сами. Выбираем сами? Да. А где занято? Ну, вот здесь уже мужчина. А что, все дома свободные получается? Ну, это под вас. Ну, вот, заселилась новая группа. Раздали им кепочки. Они сели ужинать, кушать, пить. И завтра у них будет первый выезд. Первая рыбалка на таймене. Многие из них еще вообще не ловили тайменя. Вот. Группа молодая. Вот, молодые парни. В общем, завтра поеду с ними. Я уже полтора, я еще там не был. То есть, я там был. А потом скажет, ты сделал свою обязанность, которую ты приехал сделать? Не сделал? Ах. Да, да. Зато я уже и строитель. Теперь уже и, это, уже и генератор за мной. Ну, уже и смотрите. Ну, ладно, что, приехал на месяц, останешься на три денег заработаешь, что. Да? Когда-нибудь дойдешь до очистки на следующий год. Собаки уже в домики просятся, все. Открыли двери. Север, я тебя ругал уже сколько. Ну, и комары жрут, я так понимаю, поэтому они в помещение хотят. Они уже привыкли, что это, там, унисовки, что. Как тут надо обрабатывать. Как-то мазать. Идем. Идем. А, у тебя уже чей? Нежность. Почему они такие нежные, вот эти собаки? Все, вот эта порода, да? Лайки. Добрые. У них лают просто так, самое интересное. У них лай еще, да. Нет, они лают на зверя, и на каждого зверя свой лай. Ну, это да. А, это что, плохая восьмерка? Нет, это хорошая восьмерка. Поэтому я, как бы, так и говорю, а это просто... Хотя, вообще, мотаем. 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 Ну, 150 тут не влезет. Здесь влезет, наверное, в метров. Я говорю, ты с какой-нибудь катушки старой снимал плеть? Нет, там... Там, может быть, весь короткий плеть, и они начнут кидать, а заброса будет мало. Я посмотрел. Вот эту, мотай. Да, мне убрать надо. Комары съели. Да ты завязывай, а комары съедут. Моль 13,8,4 килограмма. А если хорошее, то имей. Ты думаешь, оборвет, что ли? Легко. Ну, а что восьмерку не хочешь, что? Она не войдет. Она не войдет. Так сделай, сколько войдет, и все. Это не надо. Там останется метров 30, потом ее просто в жопу выкинешь, и все. Лайк? Нет, они, как бы, у нас тут медведь воспитанный. Он живет тут давно. Местный? Да, местный. Он, как бы, откидыв приходит, может показаться, на всех посмотреть и спокойно уйти. Сытый, что ли? А? Сытый? Да, он ни на кого не обращает внимания. Вообще, вы не понимаете, нам надо туда приходить. Я-то я тут сижу. А, ну, я понял, я просто не боюсь, она уйдет, посмотри. А у меня там палатка на краю деревни. Он, наверное, оттуда приходит, я так думаю. Так, а что ты думаешь, мы туда поставили? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.